Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе Курок-Сианапа. Это улица Промышленная. У нас сегодня с нами Анатолий, Владимир. Машите ручку, кивайте головой. Здравствуйте, здравствуйте. Под музычку. Идет дождик на календаре 3.04.2022 год. И мы сейчас пойдем на рынок, посмотрим цены и будем закупаться продуктами на Басму, которые сегодня будем готовить. Я ни разу не снимал этот процесс, как он происходит, но я думаю, что по ценникам будет интересно посмотреть, что по чем стоит. И заодно расскажем, сколько у нас денег ушло на то, чтобы накормить всю нашу огромную и радостную толпу. Это вот только мы будем физически есть, еще огромное количество людей будет кушать с той стороны экрана. Я сразу выражаю благодарность всем тем людям, которые нас поддержали на производство данной Басмы. Спасибо, ребята. Ну, а мы пошли. Коробочка Базели. Моя милка изменила. Ой, манаманга, Сергей. Вот все, что вижу, то и пою. Вот. Улица Промышленная, ребята. То есть здесь находится рынок, на который ходят постоянно Владимир и Анатолий. Потому что они живут у нас, Анатолий, вот в этих домах, а Владимир за этими домами находятся их места проживания. Есть рыбка в продаже. Ну, в общем, очень много всего продают здесь. Будем сейчас посмотреть. Допустим, яблочки по 95 рублей. Морковка по 85. А нет, а стекла 85. Айдарат. Смотрите. Абельщины по 130. Редис по 180. Мы вот здесь постоянно покупаем разные овощи. Капуста 110. Это наше все. Тыква по 60. Баклажаны, капуста. Берем кабаклажаны по 200, кабачки по 240, киви по 120, апельсины здесь по 125, редис 180, кубань, лук по 55, лимонный 125, секла 40, семеринка 95. Офигеть, цены на яблоко поднялись. Красота 380, перец 160, есть капуста. Может по 160, которые возьмем? Это молодая, нет, она будет. Плохая будет? Да, она не тут. Жалко. Огуршечки по 135, реченьки по 170. Фуджи 95 и Бребер 95, 360, чесночок. Кстати, цикла здесь по 40. Кстати, дешевле, чем там, там цикла по 80. А картошечка по чем у вас? По 75 картофан. 336, это вышло у нас только два кабачка и вилок капусты, короче, ребята. Это вы даже мясо не брали. Мандарины спрашивали, кстати, 170. И хочу еще сделать сюда крут. Я здесь хамсубер 200 килька, 150. Мой его по 370. Я постоянно прихожу, вот всегда хочется. Самая красивая килька на рынке. Сеть по 320, сеть по 300, из кундура 400. Тебе тут больше все нравится, да? Ладно, посмотрим на обратном пути, пошли. Лимончики по 100, груши красивые. 150 и бред. Хребты разные, рыбки скумбрия по 350, брюшки по 1230. Это брюшки. Брюшки и семки по 1000. И хреб 3 семки по 450. Это если, допустим, сварить уху. Помидоры по 250 крупные, мелкие по 220. То есть можно хорошее. А если теперь выбираем хорошее, то по 180. Если чуть-чуть подпорченный, то по 100. Я говорю, хороший перец продают на рынке. 300. Плохой перец продают на рынке. 380. Ага. Вот тоже хороший. Возьмите 3, перец вкусный. 3 возьмите. 2 не надо, 3 возьмите. Вот тоже. Нет, ну вот это. Ой, его махер. 3 рубля. 3 рубля. 3 рубля. Штучка кучки. 3 штучки. Вот это цена хорошая. 80 рублей. Возьмите. 20. 25. Пакет сейчас положил. Чистая морковка 50 рублей. Грязная морковка 85. Нет. Он мне кольцами резает. Выбирайте. Откуда киви столько приехал? Иран. Иран. Иранский. Почему по 100 рублей? Там же через доллар или нет? Иран рубли принимает. Да нет, Иран это рубль. Делает вид вроде доллар, но... Рубль. Все-таки рубль. Отлично. А где это? Морковка 25 рублей 4 штучки. Айва продал. Все уже айва закончилась. Возьми, пожалуйста. Так, 25, да? Вот раз, два, четыре. Два, четыре, нормально. Подожди. Я помидоры не увидел. Помидоры 220, большие 250. Причем хорошие помидоры. Хорошие помидоры. Сочные, сладкие помидоры. Парочек варенье. 115, два помидора. Это по 250, которые. Два помидора, 115. Что-то, перец был выгоднее. Так, 15, вы сказали. Нормально. Спасибо. Вот, от души. Скидочку сделали. О, это тоже все красивое. А вот, груши по 199. Яблочки по 99. Что они торгуют стоять? Овчек с друзьями знакомый. Шел, кстати, медик. Смотрите, что, почем. Яйца по 80. Ах, специй никаких не надо нам? А? Специй никаких не надо? Да, у нас там балки. Орешки. Форма по 400. Вот, короче, засахаренная. 150. Наш грецкий. Чищенный можно по 700, по 550 взять. В общем, приближайте, если что. Качество 4К. Самое, это, вкусное, это. Паланка, блин. Рефильный, вечерностый. Вовчик залип. Да. 130 киви. О, мандарин уже по 120. Вот, всегда ходите по рынку. Абхазский лимон по 50. Вы по 70. О, кстати, вот этот лимон. Возьми себе, попробуй. А я делал абхазский. Я, что-то, 100 рублей, вот эти апельсины мы нашли уже. Что-то, где дешевле. Решки 700, 500, 750. О, смотри, тоже помидоры по 250. Такие покрупнее. Так, нас Анатолий убежал. Можно рыбку дянуть. Многие, не хочешь сейчас свины по 100 рублей? Да я все выбирать, сделать это. 500 рублей стоит, хребты. На холодец не хватает, это все. Спасибо. В общем, со всех сторон. Овощи, фрукты. Чего здесь только нет. Это картошка по 65-75, взял, вроде бы, знаешь, не такой среднего качества. Картошка. Я брал по 65 в мешочках. Ну, нормально, не едим. 230 помидоров, 250. Булочки по 120, 130 апельсины, 250 помидоры. Мы дошли до мясного. Это наш любимый мясной. Мы постоянно здесь берем. Анатолий уже стоит такой. Говорит, что вы там долго лазите. Сегодня рынок не целиком функционирует, потому что в воскресенье у нас из той стороны там перекрыта база. То есть только вход отсюда. По ценникам, что почем. Шея на кости 340, свинина трикот 340, свинина плюс 5 на 380, фарш куриный. А, это фарш. Фарш куриный 360, фарш на 9,420, свинина ребра 340, свинина округа 340, свинина вообще на 300. И с этой стороны смотрим. Желудки куриные 250, печень также. Индейка, плечо также. Филе 360, печень и телятин 430, курица домашняя 280. А что подорожало? За доллары к нам приезжает? Нет, это не с доллара. Кормить. Сейчас и дали, срок вот ограничения. Все кафе, вообще пейте, гостинин с крупного бизнеса. То есть они раньше брали не внутри? Да, они брали вот это, свежемороженое. Понимаю. Ну понял, короче, появился спрос, появился увеличение цены. Просто выровнять предложение куриные полтора года. Я понял, надо бычков. Курицу должны были готовить на полтора года вперед. Курицу выровнять там 3-4 месяца, свинину там где-то 6 месяцев. Выровнись через полтора года, я думаю, цена на говядину. Почем сейчас говядина? 680 и 520, это по себестоимости, если продавать. Понял. Ну, 520 у вас закупка получается. Нет, порой. Нет, это дешевле. Это продажа, розница. Розница. Просто чтобы выгодно продавать, нам заражда продавать. Но мы из этого пересняем возить, пересняем. Понял. А я сморозу это. У тебя печень все время сбывает, да? 430 сейчас тебе. Какое мясо берем? Ну, я думаю, шай есть у тебя. Пока есть. Виная? Да. Пока есть. Она на кости, да? А как захотите, побудете на кости. А если без костей, то почем? 340 на кости, 440 без кости. То есть у нас, допустим, витязева 460 без кости. То есть у тебя дешевле. Выгоднее. Ну, как нам с костю? Да лучше без кости тогда. А нам не надо на бульончик косточку? Какой там бульончик? Там ничего не было. Точно? Все. Тогда, значит, без кости. Я понял. Без кости. Мясо берем 3 килограммчика. То есть мы уже из нашего бюджета улетаем. Да ты еще. А что нам еще надо? А там. Ну, сейчас мясо. А, ну, я не знаю. Что мы готовим вообще сегодня? Я думал, вниз что лежим? Жены, барани или звучат? Все, что надо, то и вложим. Не, я в плане того, что влажным и пофиг. Ну, еще. Мы очень вкусно приготовим. Сюда осталось картошку еще на 400 грамм. Оставляй, пускай лучше будет больше мяска. Да, ровно положено. В общем, он по мясу говорит, что сейчас ценник распределится на курицу и все остальное. Мясо подорожает, чтобы сделать говядину чуть подешевле. Потому что те, кто перестанут покупать говядину, уйдут на, ну, сопутствующие, там, на свининку, на баранинку. Потому что, ну, говядина, как оказалось, к нам заезжала все из-за рубежа. Просто, пипец, смотришь на это все, и жизнь не сахар. Вот картошка. Давайте возьмем, выбирайте. Какая-то? Да, я не знаю, любую можно взять. Ну, если надо, тебе домой. Можно все взять. Можно он крупный выбрать, по 75. Да, где? Да, вот тут? Да. Ну, я не знаю. Тут свекла хорошая, 110 капуста, 75 свекла и 75 морковка, и 75 картошка, лук вот таков. Короче, лук по 55. Это вот все, понимаешь, борщевой набор. То есть, чтобы борща купить. И свинина, вот шейку мы взяли, допустим, 440 рублей, то это прям хорошая такая цена. Вот так вот и живем сейчас. Яблоки по 95 прям. Яблок недавно 75 тут стояли. Наверное, доллар подешевел, поэтому яблоки подорожали, да? Да, да, да. У нас же все в обратную сторону. Перчик здесь по 350. И тот, который мы брали, тот с желтки. 250 шампиньоны, 150 киви, 120 гурцин, 180 мандарина и 140 вот эта капуста. По 180 цветная капуста еще не увидел. Да? Ну, а на выходе 160, да? И все местные, блин. Вот смотрите, картошечка, лучок, вот эта, вот пакетика, 225 рублей. Да, да. И все с мелочью уже вещают. Мне уже страшно складывать все эти суммы, которые у нас сейчас ушли. Но 225 это с яблочком, ребята. То есть яблочки. Я просто люблю грязные, чтобы тренировать свой желудок. То есть по-другому жизни складывается. Вот, Юра, ты молодец. Молодец в этом плане. Я тоже ем только все грязно. Это мастер, ну да? Удничка. Зато ротовируса нет у меня ни разу. То есть у меня никогда не было после прошлого. О, сметана 70, творог 180, сыр не подписан. Многим уже видели. Лук белый 55, лук красный по 100 рублей. Чем он лично вам нравится, этот район для проживания? Во-первых, продукты, все рядом, никуда ездить не надо. Раньше это было одно из самых дешевых мест, но я бы не сказал, что сейчас самая дешевая. Самый дешевый сейчас, наверное, Чембурка, мне кажется. Ну, Чембурка, да, ну, Чембурка там у оптового розничного рынка, там, естественно, будет. Юра, вот смотри, за лето, когда вы отключали воду, даже в этом, здесь ни разу у нас не отключили воду. Ну, дай бог. Потом, когда всех топит, мы, слава богу, на воду. Только вот здесь потом перейти, попоя слабее. Вот здесь не дали, вот это, уходить по городу, это не делать. Мясной дворик, надо спросить нам тут. Жир вон лежит, я его вижу. Чего? Жоп, жопка. Да. Здесь. 430, 550, 600. 550 это барани, правильно я понимаю? 550, да жиряшка барани. О, эти, 350. Это перепелки, получается, а это грудки кулинные. 280 это что-то типа домашняя курица. Да, почем он? Почем? Ну вот, 500 рублей. Видишь, как барани. Нам просто все много будет нам одевать. Нет, 200 граммов. Хорошо. Сейчас, что, много зачем? Все, наверное. Хотя некоторые хранят, если все. Я так часто готовил. Вот, красивые, смотри, какие рюмлищи. 350. По 350 тоже мякать. 380 от шеи. 47. А мы по 440 взяли, я же говорил, что дешевле. Вот, можете посмотреть еще. Хинкали, пельмешки, манты. Это все свое производство, да? Да, домашнее. Красота. Курдюк вышел на 150 рублей. Здесь офигенно выпечка. Мы за хлебушком пришли, вот, по 45 рублей. Хлеб, кстати, недорожая. Да, остался. В этом выборе. Пирог с мясом. 175 к сырую 150. Пирог с картошкой 130. Сырой сыром. Сырой сырой зеренем. Хлебушек. Пирог с капустой 130. Пирог с посолей 130. А чма 160. Семса по 100 рублей. Красота. Четыре лепешки, еще 180 рублей прикупили. И осталось нам немножко, ну, на салатик взять, редисочки. В общем, считайте кассу, ребята, считайте. У них цена поменьше, чем там, да. А, что ж ты мне рассказал? Ну, Юра сказал, что она... 55, картошка 70, картошка 55, лук. Ну, мы там берем. Я вас хотел сюда сразу везти. Ну, я... В следующий раз зайдем, попробуем здесь. По накатанному. Не, мы просто пробуем. Ну, когда искали мясо во многих местах Бали, там нам парень понравился больше всего, потому что ценит примерно одинаковое везде. Ну, да, он такой, видишь, раз, раз, все рассказал, объяснил, поэтому... Да, приятно пообщаться. Я еще когда в Узбекистане, если ты, говорит, вот, что мясо, когда на базарность, сначала не мясо ещешь, а мясника. Да. Вот я как сюда приехал, я бы... О, смотрите, какой большой, тоже подпорченный, но по 150. Такой вам полезно, 150. Жалко, что нам вот такой перчик завезли. Здесь яблоки просто по 100 стали. Там по 95 везде были, здесь по 100. Мандарин, 150 капуста. Здесь по 130, по 120 капуста. Молдовка, смотрите, по 280 винарадик стоит. Ну, и ценники тоже на все овощи, фрукты, продукты. 250 мг. бочки. Борные. Сейчас 5 галла. Как летом, 3 груши, помидоры, огурцы. А у нас все круглогодично же все. Все, только ценники. Растут, 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 растут. Больше всего цифрили из-за доллара. То есть, доллар падает, цены растут. Так, нам зелень и редиска, да, вы хотели вообще? Вот, редиска 180. Как вам и обещали, говорит, там по 170 не возьмешь, тут по 180 будешь брать. Анатолий говорит, там есть дешевле, пошли, я знаю. Пойдемте, пойдемте. Сейчас посмотрим. У нас же дождь вовсе идет, а мы ищем редиску. На 5 рублей дешевле, чтобы взять, короче. 290 пеленгаз, по 330 крупнее, судак 410, пик карась, по соточке. Лечь копченый 350, 530 кумбрия копченая. Здесь чистка рыбы входит в стоимость. Сырочки, масло. Очередь стоит. 160! Просто 160, он дошел ее. Слушайте, а там как будто это в советские времена люди нападают. Ну это да, там всегда дешевле люди. Там самый дешевый магазин здесь. Весь очередь там всегда. А что там так по дешевке отдают? Все. Все? Яблоки, овощи все равно. Понял, а почему мы туда не стоим? Я стою потому что. Там стоять в очереди никто не пьет. То есть, короче, либо ты в очереди стоишь, либо так. Да, если что будет это, то когда брать, это надо приходить. Заранее, да? 65, да, бабушка. 180 помидоры. Смотрите, какие помидоры по 180. 230 кубанских помидоры. Мы такие вот и взяли. Получается, давайте здесь посмотрим. Галла по 60. Кфуджи по 100. Груша 230. Гольден соточка. Фарина по 100 рублей. Киви 180. Вот я думаю, так цены не буду озвучивать. Вы можете поставить. Потому что очень много. 140 кубанских, 150 кабачки. Капуста по 100. Ох. По 110 взяли. Лука 50, 75. Морковка 75. Вот это, кстати, редиску можно редьку тоже взять. 75 свекла. 350. У нас. Да уж берите одну штучку, две штучки, что уж. Если вот, он аж облизнулся. Ха-ха-ха-ха. Вот это, Айва Актурио, прости. Тут картошка вообще прям супер выглядит. Картошка красивая почем? 70. 70. По 20 лучок. Пучок. Стало интересно посмотреть, что здесь стоят люди. То есть, айзберг вот этот салат, что делаем по 160. Картошка 60. Морковка 75. По 65 свекла. 75 киви. 350 перец. 55 лук. 180 баклажаны, 180 кабачки. Иридиска 160. 160 капусты. Лукцы по 115. Хельдарей по 150. И пекинская по 120. Лукцын там какие-то плохие по 50 есть. 203 помидоры. Послушайте, они есть. Где там дешевле? А? Нет, да. Ну, как бы, вот там такая же цена. Ну, да, значит, пошлете. Закупились товаром, все полностью. И сейчас отправляемся в Витязево уже на приготовление. Надеюсь, что вам понравился взор промышленного рынка. Надеюсь, что вы увидели все цены. Наши-наши тоже подписчики вошут на аварийной машинке. Прикольно. И мы все показали. Надеюсь, что на рынке никого не обидели. Все честно, классно. Загружаемся в машину. И погнали. А вы можете написать, сколько денег мы потратили. Потому что я, в принципе, все товары, все, что мы покупали, озвучил. Хотя могу и сам посчитать, но так будет интереснее. Спасибо, ребята, вам! Возьмите ручкой! Пока! И вам, ребята. Всем пока-пока. Не забывайте подписаться, поставить лайк, поддержать на свои улыбки, комментарии. Потому что это самое важное для блогера, когда вы что-то пишете. Сейчас мы делаем все для души. Я душу, чтобы в ваших городах было все хорошо. Поэтому поддержите нас тоже. Это не сложно. Две секунды потратить на комментарии. А мне будет приятно. Посмотрим в других местах, потом в следующие разы тоже, что почем стоит.